За первую декаду января в Кустанайской полиции уже зарегистрировано более 20 заявлений от жителей города по фактам интернет-мошенничеств. А в прошлом году подобных обращений поступило более 650. Полицейские проанализировали их и выделили несколько основных видов афер. Первое – это покупка через интернет, чаще всего через соцсеть Инстаграм. Пострадавшие попадаются на хорошо заниженную цену какого-либо дорогостоящего товара. И обрадованные скидкой перечисляют десятки, а то и сотни тысяч тенге. Говорят, что на вас пытаются оформить кредит, в этой связи вам необходимо передать нам все свои данные, для того чтобы это мошенничество предотвратить. Наши жители, конечно, начинают падать в панику и сразу, ни о чем не думая, передают все свои персональные данные. И тем самым становятся жертвами мошенничества. Очень популярно, по словам Булата Иманова, мошенничество с арендой жилья. Увидев в интернете объявление, желающие снять квартиру, звонят по указанным в нем номерам. Мнимый хозяин соглашается на встречу. Мошенник выжидает некоторое время, примерно час, через час звонит нашим жителям и говорит, ввиду того, что у него появились новые клиенты, он готов им отдать эту квартиру под съем. Ну, под видом порядочности того, что он уже вам пообещал и просит внести 50% арендную стоимость. Наши жители, как всегда, ничего не подозревая, отправляют деньги. После перечисления, как и в случае с покупками через Инстаграм, мнимый арендодатель, как и мнимый продавец, пропадают. Заманивают мошенники, устанавливающих предложениями выгодно инвестировать свои средства. Тоже очень распространенный вид мошенничества. У нас за год было более 50 таких фактов. Значит, жители нашего города находят в социальных сетях сомнительные сайты. В них заходят и там предложение о выгодном вложении денег и средств. Наши жители свои сбережения вкладывают туда, понимаете, и ни о чем не задумываясь. Набрал обороты в прошлом году и обзвон пенсионеров от имени их якобы близких людей, не виновных в совершении ДТП и пострадавших в них. Напуганные пожилые люди отдавали накопленные годами миллионы тенге помощникам звонивших. Некоторых курьеров кустанайским полицейским удалось задержать. Их дела сейчас рассматриваются в суде. Одному уже назначено три года лишения свободы. Алексей Краснов, Виталий Луговской, РТН.